Сегодня я расскажу, начну рассказ про теорему Гёделя о неполноте. В школе этому обычно не учат. Поэтому, чтобы, так сказать, оперировать с логическими понятиями, требуется определенный, как говорится, настрой, привычка и немножко такой философский взгляд на вещи. Без этого логику труднопонятно. Но давайте, значит, попробуем. Итак, ну, что известно по поводу теоремы Гёделя о неполнотехе? Это, конечно, такие великие теоремы. Их две, хотя некоторые считают, что она одна. По этому вопросу есть некоторое расхождение с точки, там, людей, имеющих разные точки зрения на предмет. Одни считают вторую теорему Гёделя некоторым уточнением первой, а другие, к которым принадлежу я, в том числе, считают это самостоятельным отдельным утверждением, которое является совершенно отдельной теоремой, требующей отдельного понимания и так на слое. Так, теорема Гёделя такой простейшей и неточной формулировки. Первая теорема говорит о том, что существуют истинные и недоказуемые арифметические утверждения. А вторая теорема Гёделя говорит о том, что никакая достаточно сильно непротиворечивая арифметическая теория не может доказать собственную непротиворечивость. Ну, ясно, что вторая теорема, она одновременно и интереснее, и сложнее для понимания первой. Поэтому, как правило, концентрируется на первой теореме. Сегодня мы будем только про первую теорему. Существуют истинные, но недоказуемые арифметические утверждения. Здесь все слова непонятно нуждаются в уточнении. Что значит истинные утверждения? Что значит арифметические утверждения? Это все, конечно, слова, которые могут иметь разный смысл в разных контекстах. Но вот в рамках теории Гёделя нам нужно немножко поговорить об этих трех основных логических понятиях. Что такое истинность, разумность. Пока хватит, хотя здесь еще рядом стоит словная вычислимость, которую мы уже слышали. Вот на этих трех китах стоит арифметическая логика и будет стоять. Что именно они означают? Вот пытаемся это разъяснить. Когда мы начинаем рассуждать про первое и второе, сразу скажу, что математики осоздали, что эти две вещи вообще могут быть, в принципе, различными. Очень поздно, фактически до работы Гёделя, не было ясной вообще различия между этими двумя, как говорится, отчасти философскими понятиями. Дильберт, например, их не очень различал, поэтому его рассуждения, скажем так, касающиеся логики, часто были не очень точными, не очень ясно, как сейчас следует понимать, что он имел в виду, если читать написанные людьми той эпохи. Они не понимали этого различия со столь ясностью большой, которую понимаем мы сейчас. Поэтому это не такой простой вопрос. Когда мы говорим какое-нибудь утверждение, например, говорим о теореме Пифагора, мы говорим, что это утверждение верное. На основании чего мы это говорим? На основании каких-то представлений об окружающей нас, так сказать, физической реальности, да? Или там абстрактной некоторой геометрической модели, которая у нас в голове сидит. Или на основании того, что существует доказательство теоремы Пифагора, которое мы проходили, и хорошо знаете, и там существует много разных доказательств этой теории. Это различие между этими двумя, так сказать, вещами не столь ясно пока что. На самом деле наша задача состоит, вот задача логики как раз и состоит в том, чтобы, так сказать, каким-то образом уточнить эти вещи и превратить их в точные математические определения. В начале 20 века была предпринята такая большая работа по формулированию логических языков и того, что называется формальные аксиоматические теории. Давайте мы слова тоже напишем, но не пугайтесь, мы их не будем, так сказать, особенно не злоупотреблять. Формальные аксиоматические теории. Оба этих понятия связаны с тем, как мы можем сделать наши математические рассуждения, предмешивая некоторого анализа. Зададим себе такой вопрос, начиная волшебная понятия логического языка, который у нас идет здесь на первом месте, а оно, как бы, это первичная аксиоматическая теория вторичная. Тем не менее, представим себе следующую, так сказать, ситуацию. Вот мы пытаемся описать какую-то математическую теорию, например, касающуюся натуральных чисел. Или, например, касающуюся точек и прямых на блоскости. Как нам построить эту теорию таким образом, чтобы она не опиралась на какие, так сказать, интуитивные понятия вроде геометрической интуиции. Можем ли мы вообще это сделать? Ну вот оказывается, что можем. Хотя в самом себе это такое не очень очевидное. Такая математическая теория построена прежде всего на определении. Когда мы говорим, нам нужно каким-то образом описывать и определять те объекты и понятия, с которыми мы имеем дело. Например, если у нас есть точки и прямые на блоскости, мы можем там плюс еще кое-какие слова, мы можем, например, сказать, что такое лучшую, что такое угол, что такое угол, что такое полукло, квадрат, что такое треугольник. Все эти понятия выражаются, ну вот как-то объясняются через предшествующие понятия. Вот у нас есть какие-то, чтобы объяснить, что такое квадрат. Мы сначала объясняем, что такое четыреугольник, что такое прямой угол и говорим, что такое длина стороны, да, что такое длина отрезка. Это все нам нужно знать, что такое квадрат. Чтобы объяснить, что такое длина отрезка, нам надо знать, что такое отрезка. Дальше идет некоторый вопрос, а что же такое длина? И на этот вопрос разные учебники могут давать совершенно разные ответы. Некоторые учебники предполагают, что существуют какие-то числа, которые мы можем соотнести с длинными, например, вещественными числа. Тогда получается, что наша геометрия целиком и полностью зависит от теории этих чисел вещественных числах. Не знаем, что такое вещественное число, не знаем, что такое длина, ничего не понимаем. Можно поступать более, как говорится, по-геймертовски и сказать, давайте мы не будем говорить, что такое длина, а будем говорить только такие слова, что два отрезка имеют равную длину. Тогда мы сможем с помощью этого понятия как-то переформулировать другие геометрические понятия, оставаясь целиком в любом рамках геометрии и не апеллируя никаким числом, которые как бы снаружи находятся. Так или иначе, вот такая вот, скажем так, аксиоматическая теория оперируется понятиями, которые сводятся к другим понятиям, более простым понятиям, более примитивным понятиям. Ну и дальше вопрос. Это не может продолжаться бесконечно. Правильно? Значит, мы попадем в порочный круг. Мы не можем объяснить все понятия из ничего. Если мы имеем дело со словарем русского языка, там, конечно, есть порочные круги. Одно понятие объясняется через другое, другое через то же самое понятие. Ну и как-то люди этим, тем не менее, пользуются. Но это не математика. В математике нам нужно иметь какие-то понятия, которые называются неопределяемыми, с которыми мы, так сказать, пытаемся, мы вынуждены не уметь определить некоторые понятия. Иначе у нас, как говорится, порочные круги. Чтобы этого не было, аксиоматическая теория строится так. Выделяется некоторое количество неопределяемых понятий. А дальше говорить. Мы не будем объяснять эти понятия через как сводить их к каким-то более примитивным. Они уже достаточно примитивные и сами по себе. Вместо этого мы говорим, что мы их как бы определяем аксиоматически. Говорим, что эти понятия должны подтворять таким-то, 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 таким-то свойством, который связывает их как-то между собой. Например, в геометрии есть неопределяемое понятие точки и, например, неопределяемое понятие прямой и неопределяемое понятие точка лежит на прямой. Слово «лежит» тоже неопределяемое. Мы, пользуясь этими понятиями, можем сформулировать, например, что такое пересекающиеся прямые, что такое непересекающиеся прямые, что такое параллельные прямые. И в конечном итоге сформулируемый пример взеомого параллельности. Ну вот, в геометической теории у нас должны быть неопределяемые понятия, и все, что мы хотим о них знать, должно быть заложено в взеомых. Так происходит всегда. И в математике выработано, скажем так, последние 150 лет некоторое количество стандартных таких теорий. Вот одна из них, это самая первая, это элементарная геометрия, пожалуйста, проточки прямые на плоскости или в пространстве. Началась, как говорится, с Евклида, а закончилась Гильберта. А другая теория, с которой мы будем иметь дело и сами попытаемся с ней, так сказать, работать, это так называемая формальная арифметика. Какие неопределяемые понятия в этой теории, что она, о чем она собирается нам рассказывать. Она, эта теория собирается нам рассказывать о натуральных числах. Оставляется ли ноль натуральным числом? В школе, по-моему, ноль не считали натуральным числом, да? Но мы будем считать. Значит, вот наша, так сказать, область, которую мы будем описывать, это натуральные числа вместе с нулем. Таким образом, натуральные числа, вот объект такого рода натурального числа, мы не собираемся объяснять, что это такое, что такое натуральное число. А мы собираемся сформулировать некоторые аксемы, которые будут эту совокупность объектов нам как-то, так сказать, описывать. Но знать, что такое число мало, нам нужно иметь какие-то слова, уметь выражать какие-то свойства этих чисел, что-то сказать про этих чисел. Значит, нам нужно объявить какие-то дополнительные необъедаемые понятия. В арифметике такие понятия немного, и их легко описать. Во-первых, у нас имеется понятие равенства, когда мы говорим, что два числа равны. Не будем объяснять, что это такое. Ну и сюда же можно... Хорошо, пока так. Что такое число 0? Тоже мы не будем объяснять. Потом у нас будет некоторая функция, которая обозначается штриком. Смысл такой, что n' это просто n' и следующие за n число. С каждого числа n, натурального числа n, мы можем, применив эту функцию, получить число n плюс 1. Ну и наши знакомые нам операции сложения и умножения. Ну и сюда я добавлю такую функцию, как 2 в степени. Вот такие у нас будут слова, про которые наша формальная теория будет нам сообщать какие-то свойства. Поучимся что-нибудь записывать здесь. Поучимся что-то записывать. Значит, ну как бы в этой, например, формальной теории, в этом формальном языке, записать такую теорему, что 2 плюс 2 равно 4. Как бы вы это сделали? Ну, тут вопрос сводится к тому, чтобы, смотри, мы не должны объяснять, что такое плюс, поэтому все прекрасно. Плюс это необъедаемый пояс, но у нас есть. А вот что такое 2? Это 2 и 2 раза. Значит, 2 это 0 с двумя штрихами, да? Эта штука и будет, так сказать, тем, что мы называем 2-й кримит. Что мы там? 0 со штрихом вместе с 1 штрихом, но это будет 1 и так далее. Вот так мы вводим такие определения. Хорошо. Ну и дальше мы пишем, что? Естественно, что 0 с двумя штрихами, плюс 0 с двумя штрихами равно 0 с четырьмя штрихами, да? Это и будет 2 плюс 2 равно 4. Вот, так сказать, как выглядит это утверждение, записанное на этом формальном языке. Но это как простейший, простейший род от утверждений. Можно немножечко прибавить здесь каких-то, каких-то прибавить кое-каких выразительных возможностей. Чтобы это сделать, нужно, конечно, договориться вот о чем. Нам нужно понять, какими вообще словами молима, так сказать, натуральных чисел и операций для них. Логический язык, он потому что называется логический, что мы можем формировать наше утверждение с использованием определенного специфического набора слов, в который раз и навсегда будет фиксированного. Так, логические, они называются логические связки и квантеры. То есть, если у вас есть какое-то одно утверждение, есть какое-то другое утверждение, утверждение А и утверждение Б, то мы можем сделать, так сказать, соединительных союзов и получим утверждение А и Б. Если мы скажем НЕ, то это будет НЕА. Ну и что такое квантеры? Это знакомые нам слова для всех и существуют. Если мы можем управлять слова, которые я по-русски напишу, И, ИНИ, НЕ, ИВЛЕЧЁТ, Это, так сказать, называются логические связки. В логике они обычно обозначаются такими символами. И, или, к примеру, и стрелочкой. Кочергой и стрелочкой. И квантер. Квантер это для всех. Для всех. Или, скажем так, для всех икс. Обозначается так вот. Перевернутая А и переменная х. Или существует х. Натемь, скажем, что-то существует. Мы пишем перевернутую Е. Таким образом, вот что мы можем использовать для наших высказываний о натуральных числах. Мы можем использовать вот такие вот операции и отношения. Мы можем соединять наше высказывание какого-то одного типа логическими связками и употреблять слова для всех и существуют. Подразумеваем при этом, что когда мы говорим, что для любого х, значит для любого натурального числа х, включая на х. Или существует х. Существует натуральное число. Ну, давайте мы что-нибудь здесь такое хорошее запишем. Можем мы, например, записать высказывание х меньше или равно у. И как нам это сделать? Что означает, что х меньше или равно у, если мы в этом языке... Ну, у нас нет такого символа. Как нам определить, что такое меньше или равно у? Ну, у это х с чертой? Да, да. Может быть. Ну, если мы допишем у равно х' давайте черту называем штрихом. Х' Ну, это не совсем то же самое, потому что х' означает х плюс один. А, да. Поэтому мы сказали, что у сразу следует за х. Я думаю, что существует так. Еще добавим еще одну примерную. Да. Х меньше или и тогда и только тогда, когда, ну, скажем так, по определению, да, когда существует какой-нибудь там, скажем, ну, вы скажете, я скажу, з, да, такое, что у нас у нас у равно х' умножить на з, да, что-нибудь такое. Примерно так. Ну, потому что где-то х плюс. Ну, вот это правильно. Здесь получается, что мы сказали, что х делит у, означает, что х делит у. А вот если мы скажем здесь, вы правильно заметили, х плюс з, то это будет в точности меньше или равно. Значит, вот так можно, например, определить в нашем языке меньше или равно. На первый взгляд пока что. Кажется, что как-то здесь все идет небыстро, да. Вот. Что мы что-то такое, тратим какие-то большие усилия, чтобы облинить какие-то простые вещи. Так оно почти всегда происходит в любой аксиоматической теории, в которой мало неопределимых понятий. То есть их мало, то привычные нам, так сказать, вещи, которые мы просты, из которых мы легко оперируем в нашем естественном языке, нужно, так сказать, долго сводить вот к этим малому числу примитивных понятий. А это процесс такой немножко занудный. Называется процесс формализации. Ну вот это тем не менее начало, и мы, на самом деле, должны немножечко освоиться в этом деле. Смотрим на примеры. Попробуем такое написать. Х4. Это будет какое-нибудь z на 0.4. З на 0.4. З на 0.4. Значит, это 2. А 2. Там 2. Оставим, да. Ну, я просто не знаю. Не знаю. Вот так, да. Здесь не хватает кванта, я так скажу. Это как раз некоторая вещь, к которой нужно привыкнуть. Смотрите. Когда мы пишем какие-то переменные здесь, x и z, они как бы выступают в роли параметров нашей задачи, нашего утверждения. Наше утверждение зависит от того, какой x не займет. Как только мы приписали какие-то числа, то получилось, да? Был вопрос или здесь? Тогда для всех, ну, я хочу сформулировать. Да. Для всех x существует z, которое приложение будет 2, но давайте Ага. Это выставил правильную сторону, но немножко, так сказать, дальше цели. Потому что вы написали так. Лучше, чтобы сказать, да? Для любого x существует z, на кое-что x равно z умножить на 0.2.3. Значит, здесь вы высказали некоторые законченные, скажем так, математические утверждения о натуральном числе. Для всякого натурального числа. А, существует другое натуральное число. Такое, что x равен этому z умножить на 2. У меня вопрос. Верное это утверждение или нет? Нет. И неверное. А почему? Если и если не честно. Да, потому что существует нечетное число. Вот. А когда я просил вас сформулировать выразить, так сказать, высказывание, что x это четное число, это высказывание явно зависит от параметра x. Как логики говорят, свободные переменные. Ну, это то же самое, что параметры. Когда вы решаете уравнение с параметром, да, это вот тот параметр, от которого зависит истинность или множность нашего высказывания, да. По нему не должно быть квантера. Наше высказывание, которое здесь стоит, должно его содержать безо всяких квантеров, да. А вот все остальное, что там стоит, все остальные переменные, должны быть связаны квантерами. Иначе это будет не того типа ответа, да. Вот так. Ну, хорошо. Прямо это чуть дальше пройдет. Значит, с четным мы поняли, да. С нейронистным мы поняли. Как, например, вопрос на понимание того, что сейчас произошло. Это немножко важная вещь, к которой надо привыкнуть. Давайте скажем так. Если я хочу сказать, что 5 это четное число. Что это будет за высказывание? Как его записать форму? Ну, на основании того, что тут у вас уже было сделано. Здесь было сказано, что х четное число. А я теперь спрашиваю, 5 четное число. 5 не х. 5 не вот это выражение. 5 не вот это выражение. 5 не вот это выражение. Мы можем добавить формулы. Мы можем добавить формулы. Если добавить 1, получится формулы 1 и четное число. Вы по полу вот этого вы говорите или по полу чего-то еще? Ну, на подожде того, что… Нет, давайте мы пока не будем ничего добавлять. Подставить в верхнюю строчку пятерку. Что? Подставить в верхнюю строчку пятерку. Подставить в верхнюю строчку пятерку. Это правильный совет. А вот это вот не было подстановки пятерки, да. Можно сказали 5, потом что-то написали мне. Зачем мне это сделать, мне очень понятно. Но потом написали так. В общем, то, что мы здесь написали, это, как говорят о логике, не является правильно построенной формой. Она, так сказать, не очень однозначно читается. В чем здесь проблема? Проблема здесь вот в чем. Ну, вот здесь мы написали высказки, да. О том, что х – черное число. Здесь мы взяли отрицание этого высказывания и поэтому вот этому выражению, да, в больших скобках, я могу приписать понятный смысл. Х не является черным числом. Это то, что сказали здесь. А когда вы к высказываниям х не является черным числом, приписали слева 5, я уже затрудняюсь сказать, что это означает. Да. Означает. Поэтому, возвращаемся к вашему правильному совету. Надо подставить вместо х число 5. Просто формально заменить. И что получится? И тогда получится. То есть, у и z 5 равно z равно 0 и 2 штриха. Ну, давайте мы вот эти вот выражения, чтобы не писать 5 штрихов подряд. Давайте мы договоримся, что н подчеркнуто, да, это вот такое выражение 0 с n штрихами. n штрихами. Когда мы подчеркиваем букву n, мы имеем ввиду вот такое у вас выражение 0 с n штрихами, а n не подчеркнуто, это может означать просто какой-то перемен, так сказать, чтобы не делалось. Вот так. Значит, вот это вот 5 подчеркнули, и если мы сказали о том, что 5 является черным числом. число x делится на y, мы это практически уже написали вот там, когда у нас поставили точку вместо плюса, да? Не будем это примерно осматривать. Давайте мы напишем такое высказывание, чуть-чуть более содержатое. в равнине и с кг, в 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 кг. и минувевое решение. Кстати, я обращаю ваше внимание на то, что высказывания, которые я формулирую, они не обязаны быть истинными, они могут быть вполне множными, да? Более того, что 5 – четное число, да? Я его высказал, я при этом не сказал, что он истинный, да? Мы просто его записали. Ну и здесь тоже. Мы что-то рассказали, но я сразу спрошу, верно это или нет, а не кто-нибудь ответ на вопрос. Это теорем пифагора. Теорем нет. Но это не теорем, а пифагора, я бы сказал. Пифагора, да. Оно чем-то имеет общие с пифагором, да. Все, верно. Я надеюсь, что вы неужели сможете верно протихтовать. Существует Y, существует Z, такие, что сумма не равна нулю. Существует, да. Такие, что сумма не равна нулю. Да. Скобка закрывается, и, ну вот, X квадрат плюс Y квадрат равно Z квадрат. У меня правда есть вопрос. Не равно нулю, как мне записать? Ноль штрих, ну существует там нектое T, такое, что X плюс Y плюс Z равно ноль штрих плюс T. Ну так и можно, но можно и проще. У нас есть вот замечательное слово не, да, если его употреблять, как бы надо было записать? Ну не, X плюс Y плюс Z равно нулю. Верно, что ли? Верно, что ли? Верно, что ли? Ну и написать умоление. И X квадрат плюс Y квадрат равно за квадрат. Ну хорошо. Теперь я хочу понять. Выражаете то, что я имел в виду или нет? Ну, по модулю того, что значит ненулевое решение. Под ненулевым решением мы понимаем, наверное, что не все они одновременно равны. Да, и так далее. А если мы говорим, что существует такого решения, что все они не равны? Как тогда записать? Ну, не X квадрат, и не Y квадрат, и не Z квадрат. Окей, правильно. Значит, записали. Хорошо. Значит, это мы записали в языке. Такие высказки. Первый. Корень из двух и рациональное число. Я называю это в кавычки. Кстати, почему я беру эти высказывания в кавычки? Ну, потому что я имею в виду именно само высказывание, а не тот смысл, который мы нам передаем. Примерно так, когда мы берем фразу какую-то русскую языка в кавычки, мы имеем в виду вот самую эту вещь, да? Ну, не тот смысл, который мы передаем. Ну, и вот здесь вот такое высказывание. Второе высказывание. Существует бесконечно много простых чисел. Бесконечно много простых чисел. Ну, это все верное, как мы знаем, высказывание. Но, значит, в этих задачах надо как-то попытаться передать смысл этих высказываний, пользуясь а только натуральными числами, б только теми операциями и логическими понятиями, которые у нас являются допустимыми. Мы можем записать какую-то вот такую, как логики говорят, формулу. В духе вот это. Понятное задание? Да? Хорошо. Прекрасно. Ну, пожалуй, в порядке все-таки я еще один простой пример, помогающий это все записать. Все-таки давайте еще разберем, уже чтобы быть уверенными, что все все будет. Допустим, мы хотим сказать, что x простое число. Как нам передать простоту числа? Ну, что такое простое число, я думаю, все знают. Что такое простое число? Делиться только на единицу и на самого себя. Делиться только на единицу и на самого себя. Ну и еще, может быть, надо что-то сказать по поводу гугулятора и единицы, да? С учетом того, что оно не может развиваться на единице, это где-то переплавно. Ну и как нам это сказать? У любого у существует такой знак, что и на единицу и на единицу и на единицу и на единицу. У любого у существует, да? Сейчас мы понимаем, да? Сейчас справимся. Ну, не торгите, да? Во-первых, фагород ответ. Оно не такой, что должно быть некое высказывание с параметром x. И оно должно выражать простоту числа x. Нужно понять вот, что это логический язык, он в самом деле близок к русскому. Не надо ничего выдумывать, надо просто произнести внятно про себя. Это такое число простое, если у него нет никаких делителей, кроме самого себя и единицы. То есть для любого у не равна единице и x не существует и для любого z умножить на z не равно x. Мы должны сказать, что что-то выполняется для любого делителя этого числа, правильно? То есть можно было так сказать, что если или для любого z umножить, если z umножить на z, z umножить на z, оставим его пока в кавычках, то отсюда следует, что z umножить на z, z umножить на z, z umножить на z, z umножить на z, z umножить на z. Правильно? Скобочки поставить для большей ясности. Здесь я написал, что всякий делитель числа x либо равен х, либо равен х. Ну и, так сказать, в дополнение к этому, как я уже сказал, неплохо бы сказать, что x не равен ну, x не равен х, чтобы быть уверенным, что эти числа не являются простыми. Ну а что такое делитель x, надо теперь отдельно расшифровать. Я думаю, у нас где-то это уже было, давайте мы это напишем явно. Стоящее y делитель x. Иначе существует, что y делитель x. Вот и получилась вся эта сложноватая, но тем не менее, формула. Хорошо, мы долго этим, так сказать, скучным делом занимались. Но, по крайней мере, мы хоть чуть-чуть представляем себе, как это все идет. Вот так вот оно идет. На каком-то этапе у нас возникнут сложности. А именно здесь я вас попрошу, например, здесь в качестве упражнения, которое я не прошу вас сделать, сформулирует основную теорему арифметики. А как она формулируется, кстати? Что всякое натуральное число разлагается единственным способом. Натуральное число больше или равен двух разлагается единственным способом в произведении простых сомножителей. С точки до перестановки этих самых сомнуждений. Вот тут вот начинаются некоторые сложности. Потому что, когда мы раскладываемся в произведение, мы не знаем, сколько будет этих сомнуждений. И мы себе представляем это дело так, что существует какой-то набор простых чисел, такой, что если мы его перемножим, то получится наше исходное данное нам число x. Но количество этих чисел в наборе нам никак заранее не ограничено. Мы не знаем, как это выразить с помощью вот этих вот всех операций. Это требует некоторых идей, которые сюда нужно добавить, чтобы в таких вещах можно было говорить. Это, скажем так, техническая некоторая сложность. Первая, которую преодолел Кютер. Скажем так, была одна из таких, можно сказать, главная техническая сложность в этой его работе. Мы себе сильно облегчили жизнь здесь. Допустив в качестве неопределяемого понятия 2 в степени x, если у нас есть, задача становится много проще. А у бедра, так сказать, было только сложение и умножение. Тем не менее, ему не удалось эту проблему решить. Продолжение следует... Продолжение следует...